Тема выступления русско-чешский диалог культуры, и оно не научного характера, это выступление, а скорее информационного. И я хотела бы рассказать о том, как я видела и сама лично переживала этот диалог культур в реальности. И хотела бы сказать, что диалог культуры — это, конечно же, разговор. Разговор — это значит язык, а язык — это значит обучение этому языку. И речь пойдет о тех учебных заведениях, которые расположены в Чехии, которые занимаются либо преподаванием русского языка, либо его пропагандой русского языка, и непосредственно чешским языком, который пропагандируют здесь, у нас на территории Российской Федерации. Первое место, о котором бы мне хотелось сказать, которое я очень хорошо знаю, поскольку 4 года проработала в этом университете, это педагогический факультет университета Градецк-Кралове Чешского университета. Я работала там на педагогическом факультете, на славянской кафедре, и руководитель кафедры, профессор Олджих Рихтерек, является известным богемистом, чеховедом, Господи. Он занимался всю свою жизнь, занимается творчеством Чехова и других русских писателей. И к русскому языку относятся с очень таким большим пиететом, трепетом. И поэтому даже во времена, когда Чехословакия разделилась на Чехию и Словакию в том критическом 1989 году, Рихтерек не перестал преподавать на своем факультете русский язык, сохранил его. И более того, к 2000 году, когда я приехала туда работать, было открыто славянское отделение, и было открыто такое отделение, как туризм с русским языком, которое очень пользовалось популярностью. И сейчас оно тоже, в общем-то, расширяется, и довольно многочисленное. То есть количество студентов на каждом курсе достигает 30-40 человек. Кроме этого, Рихтерек регулярно проводит в университете на факультете ежегодные конференции, которые называются «Диалог культур». И обычно это проходит зимой, он присылает приглашения. И, в общем-то, если вы зайдете на сайт педагогического факультета, там можно найти приглашение и на участие в конференции 2019 года, которая тоже, по-моему, пройдет в феврале. Рабочими языками конференции официально объявляются русский, чешский, словацкий и польский языки. И как результат обычно выходит сборник. Вот в последние годы у него были задержки там всякие, а так вообще регулярно выходят сборники, в которых вы можете опубликовать свою работу и приехать выступить, если есть возможность. Или даже если не выступите, то ваше сообщение может быть опубликовано. Это вот первое такое учебное заведение, которое не прерывает связи с Российской Федерацией. И еще об одном учебном заведении я хотела бы рассказать. Я знаю о нем тоже хорошо, потому что это мой бывший ученик, который был здесь в свое время в 2000 году третьим секретарем посольства Чешской Республики. Ему вот надоело, так скажем, административные вот эти вот бюрократические должности, и он решил открыть в Праге школу. Открыл ее с той целью для того, чтобы сначала русские дети могли приехать в Чехию, изучать чешский язык и поступать в чешские вузы. И сначала эта идея была такая вот фантастическая, потому что очень много всяких препон существует для того, чтобы все это узаконить, провести нострификацию, то есть узаконивание всех экзаменов, которые вот здесь сдают русские школьники, перевести их как вот в чешский соответствующий вариант. Но, значит, этот человек, он, в общем-то, совершил невозможное, на мой взгляд. И поэтому мне хотелось бы вот прочитать некоторые факты. Значит, школа называется Чехпрестиж. Находится она в Праге, и носит она имя Натальи Горбаневской. Наталья Горбаневская – это была вот диссидентка, которая вышла одной из малочисленных, так скажем, граждан Советского Союза на Красную площадь в момент ввода советских войск в Чехословакию. Вот. И, значит, мой ученик по имени Сденека Кунек, он основатель вот этой вот школы, доктор филологических наук и магистр международных отношений. Он, значит, школа имеет очень хорошо сделанный свой сайт, поэтому, если вы интересуетесь этим вопросом, можете найти ее. Она есть и на Фейсбуке, и в интернете можно поискать. Очень хорошо сделаны, там есть видеоуроки конкретные, как проходят, записанные. Есть слово директора, есть возможные программы, по которым ведется обучение, в смысле прайс-листы, по которым, да, понятно, сколько и за что вы платите. И очень подробно описана жизнь этой школы, потому что, значит, начинает школа с того, что она приглашает сейчас на данный момент учеников, выпускников школ из разных стран, то есть не только из Российской Федерации, у них есть с Украины учащиеся, из Молдавии, из Израиля, из Казахстана и Узбекистана, по-моему. Значит, в школе существуют различные виды обучения, да, есть полугодовые курсы, есть годичные курсы, есть летние так называемые школы, и директор пишет, вот информация-то есть на сайте, что после окончания вот определенных каких-то там, не знаю, курсов вы получаете сертификат. И все ваши знания, которые вы получили на территории вашей страны, они нострифицируются, то есть отобряются по чешским документам, все проходят официально. И поэтому вы, окончив такую школу, имеете право поступать в любой университет Чешской Республики, обучаться в нем бесплатно, поскольку вы получаете сертификат на знание чешского языка на уровне Б2. Вот, и можете учиться, ну, не знаю, начиная от Карлова университета, получать образование на любом факультете в технических вузах. И также у них есть договор специальный со школами искусств. Вот по Чихии, например, школа художественного стекла, где готовят специалистов по керамике, есть такая школа и так далее. То есть они вот в этом направлении специализируются. Школа существует уже давно, почти 20 лет. И не только образовательные программы осуществляют, но и культурные всевозможные. Вот с Дэной Каукунакой у него очень большие связи, поскольку он был здесь третьим секретарем посольства, он знает очень многих наших известных деятелей культуры. И постоянно приглашает их к себе в школу. Он дружит со Светланой Крючковой, там знает Антона Долина. Ну, в общем, очень известных таких медийных людей, которые приезжают и в школе проводят какие-то интересные мероприятия, концерты там или еще что-то такое. И еще одна школа, о которой мне хотелось бы рассказать, о которой тоже занимается моя бывшая ученица, Алена Росикова, это школа, которая находится в Велеграде. Велеград — это город, который расположен маленький, такой небольшой, но в историческом месте, куда пришли Кирилл и Мефодий, вот неся, так скажем, придя туда с миссией перевода с латыни на славянский язык канонических текстов. И там, в этом месте, сейчас есть музей, такой типа скансона открытого, посвященного вот этим событиям. Гимназия в Велеграде носит имя Стояна, а вообще она одна из 18 гимназий, которые принадлежат католической церкви и находится под, так скажем, архиепископатом, находящимся в Ламоуце. Еще одна такая большая гимназия находится в Кроме Ржижи, ей там ведется преподавание на русском языке более 15 лет. А гимназия в Велеграде практикует русский в течение пяти лет. И вот моя ученица, она там, в общем-то, стояла у истоков преподавания в Велеградской гимназии русского языка. Значит, здесь хотелось бы отметить, вот сегодня говорилось о том, что церковь каким-то образом влияет. И в Чехии, да, или вот в Чехословакии тогдашней, стране, в которой, в общем-то, очень много атеистов. Она, в общем-то, не религиозная страна, это не Польша. Так вот там, несмотря на всевозможные политические изменения, да, в отношении Российской Федерации, вообще всего русского, именно католические гимназии сохранили вот такую верность русскому языку и продолжили в них образование без всяких, понимаете, корректировок. В тот момент, когда чешские школы, например, вообще прекратили образование на русском, потому что сначала, вот в советские времена, там с третьего класса велось образование в специализированных школах и в обычных школах с пятого класса дети начинали учить русский. А после 89-го года это вообще все прекратилось, и даже в университетах факультеты были закрыты, русистики, и даже вот мои студенты, вот эта Олена Росикова, которая вернулась из России в 1988 году, даже еще до, так скажем, основных таких изменений, она не смогла найти работу и потом переучивалась, получала еще английское образование преподавателя английского языка в университете в Брно Масарика. Но, тем не менее, вот любовь к русскому языку, она вот ее всю жизнь пронесла через свою жизнь, и поэтому пропагандирует всяческий русский язык. Гимназия в Велеграде тоже старается добиться таких же успехов, как, например, вот черский престиж, только с использованием русского языка. И они добиваются того, чтобы студенты, которые обучаются русскому языку в этой школе, получали сертификат Б1, который бы давал им право поступать в Российской Федерации, в университеты без подготовительного факультета, без обучения на подготовительном факультете. А вообще гимназия существует с 2004 года, хотя вот история, она находится в историческом здании, там какого-то монастырского сооружения, и там до сих пор ведутся раскопки и всякие археологические, всякие дела, находят артефакты. То есть место такое очень, не знаю, известное, я уже говорила, что туда из Солоников князь Ростислав пригласил Кирилла Мефодиев в 863 году. И что касается конкретно, каким образом, эта гимназия, она не только русская, она преподает просто языки и считает, что это, в общем-то, важные вещи в создании диалога, в организации диалога культур, потому что люди, не знающие языка, им трудно договориться. Основным является английский, а также преподается французский и немецкий язык и русский язык. И из 250 человек, которые обучаются в этой школе, 60 из них учат русский и сдают, кроме английского, как обязательный второй русский язык. Получают экзамен. В этом году 15 человек будут сдавать русский язык. И кроме обучения в школе, у них второй год организуются летние школы. В 2017 году моя студентка возила детей в Волгоградский университет, и там они культурную программу организовывали по региону, по Калмыкии, всякие там озера Баскунчак, всякие интересные вещи. И плюс летняя школа была. То есть они занимались в течение двух недель интенсивными курсами русского языка. А потом в 2017 году они поучаствовали в конференции в РУДН, которая была посвящена методике РКИ. И пригласили к себе преподавателей из РУДН, и у них завязались связи. В 2018 году уже летняя школа была организована на базе РУДН, в университет дружбы народов. И договорились о том, что периодически преподаватели РКИ из РУДН ездят к ним туда, проводят мастер-классы или просто какие-то открытые уроки для студентов. То есть вот такая вот конкретная история. Ничего здесь как бы, может быть, экстраординарного и нет, но мне кажется, что это реальное проявление того, каким образом может хорошо работать диалог между нашими народами. Вот. И еще хочу сказать, что в этой школе велиградской девушки прекрасно поют по-русски, замечательно. И у них ежегодно проходят конкурсы всякие там певческие и поэзии. И они в них участвуют и занимают первые места. Вообще замечательная школа. И ученики мои замечательные. Всем желаю таких же, потому что только вот, я считаю, что это продолжение, так скажем, того, что мы сделали. И конкретно это не пропаганда, а просто реализация того, как может работать. И, конечно же, я считаю, что очень много зависит от каждого человека. И поэтому призываю, вот если вы этим занимаетесь, индивидуальный подход нужен. И любовь, конечно, к языку. К чешскому и к русскому, вообще ко всем славянским. Потому что я полонистка вообще-то по образованию. Несмотря на то, что занимаюсь РКИ. То есть ужасно. Все, спасибо большое. Большое спасибо, Ирина Юрьевна. Действительно, отрадно, когда твои ученики добиваются успеха, в общем, вносят вклад в диалог культур. У меня был маленький вопрос. Правильно ли я поняла, вот эта школа «Чех-престиж», да? Вы сказали, что есть ее сайт, он доступен не только на чешском, но и на русском тоже. Да, там же, перейдяло на русский язык. Замечательно. Есть ли вопросы? Хотел уточнить, насколько это явление является нестандартным. То есть, я имею в виду, все-таки школы, где преподается русский язык, и достаточно много, или это уникальный? Нет, их немного. На данный момент в Чехии, ну, их не то чтобы прям совсем нет, они стали появляться, потому что, ну, несколько лет, ну, когда, в 2000-е годы у Чехии возникли такие регионы, да, например, с Российской Федерацией, там какие-то вот контакты, это, и по закону Чешской Республики люди, которые работают, даже администраторы, занимаются проблемами на уровне мэрии, на уровне, там, республиканского, обязаны знать русский язык. Люди, которые работают, например, в заповедниках, которые примыкают к Польской Республике, обязаны знать польский язык. То есть, у них вот такие программы есть, и за счет этого, как бы, стала расти популярность, да, вот, русский востребовался, и вот, как бы, вот так. А потом у них, конечно же, ну, я думаю, что бизнесом очень многие занимаются, не говорю про такие вещи, как города, в которых много русских, вообще, как бы, да, и туризм, то же самое. То есть, вот из реальных каких-то, конечно, в школах нет русского. То есть, если вы вот просто пойдете в любую школу, то нет. Я думаю, что в некоторых пражских школах, может быть, и то, наверное, каких-нибудь специализированных и на уровне факультативов. А вот такое, что есть в Кромержеже и вот в Велеграде, и относительно русского языка, это все-таки католическое. То есть, церковь дает финансирование, церковь оплачивает преподавателей, да, иногда даже оплачивает там носителей языка, которые приезжают, оплачивает конференции и всячески это как-то вот поощряет. На уровне государства, я думаю, что нет пока такого, знаете, прям дотации, чтобы вот, и пропаганды. Здесь в почте Чехии, она так взамен отличается от Польши, где, насколько я знаю, русским третьим популярным, то есть после немецкого и английского. В данный момент? Да, то есть все равно это маленький процент, ну, допустим, процентов 6, что ли, школьников учат русский, но все равно большинство остальных учат немецкий, английский. И, соответственно, в школах есть. Ну, вот в Чехии тоже основной английский, конечно же, второй идет немецкий по популярности. Ну, вот. А русский, я не знаю, у меня нет такой, к сожалению, статистики. Ну, банально, я знаю одну девушку, которая учила в школе русский полька. Полька или чешка? Полька, полька. А, ну, я про Польшу не знаю. Про Польшу ничего не могу сказать. Соседние страны резко так отличаются. Ну, не отличаются. политика относительно русского века. Ну, я просто не могу на вскидку я могу проконсультироваться, позвонить своим же этим ученикам, спросить. Но не думаю, что это полна пошла и в школах стали открывать классы. Нет. Только вот в каких-то, может быть, получастных школах или вот в католических школах я думаю, что есть. Потому что там главные языки им как бы все равно. На пропаганду они на это не реагируют. Они дают вот классическое. А я думаю, что чешские школы все равно как бы зациклены на правительственной. Правительство считает, что оно поощряет и финансирует. И поэтому политика такая вот. Не надо нам тут русского, поскольку мы не очень его как бы... Все же не русские, а страну просто. Можно еще один? Хотя Земан в общем-то либерален, я думаю, к России. Давайте тогда вопрос. Как вы думаете, почему именно в католических школах все-таки русский язык как-то вот как мы видим выделяется? Ну, потому что в Чехии как таковой больше и нет. Там есть еще как это их называется господи унианство что ли или какой-то такой вот Ну, сийская церковь что-нибудь Ну, да. Но это не нет. Я думаю, что просто... Всем понятно, почему католическая церковь... Ну, потому что католическая церковь, на мой взгляд, очень открыта всему новому. Католическая церковь... Я была знакома с папой Иоанном Павлом II. Я видела, что это за человек. Понимаете? Не знаю, вот какой сейчас Франциск. Но тот был просто бесподобный, открытый, очень коммуникабельный человек, который, ну, не знаю, дискотеки в костелах для того, чтобы ликвидировать там какие-то вот негативные моменты, которые возникали там у... Он очень... И поэтому, я думаю, что политика католическая... Католическая церковь, на мой взгляд, более открыта из вот христианских церквей. Ну, не знаю, может быть, мало знаю. И больше протестантские? Протестантские? Не знаю, не знаю, не буду говорить. Наверное, нет, может быть, не больше. Ну, просто протестантские не будут ориентироваться на русское, я думаю. мне так кажется. Это любопытный факт. Там будет американская штука. Может, что они сильно теряют пасту в Европе в целом и по этому делу может быть, это как бы заинтересованность какая-то, знаете, может быть, просто дальновидность, потому что язык, это в этом ничего такого нет, понимаете, язык, это всегда хорошо, это только развитие. Мне кажется, нет, политизации нет. Спасибо большое. Спасибо большое. Спасибо. 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 Спасибо.